Всем доброго времени суток! Уже давно хотел попробовать в действии серверник на 11.55 сокете, и причем их несколько. Принесли комп на апгрейд, собирался он очень долго, и звезды так сошлись, что именно в него и попал один из камней. Нет не бесконечности, а сокета 11.55, серверный. Ну а обо всем по порядку, а ссылки на все железо, что сам заказывал, оставлю в описании, так как это бюджетное решение аналогов, привычных всем, типа i3, i5, ну или i7. Системник этот по сути дела собирался долго, так как клиент молодой человек, приносил деньги по частям, и так все и заказывал. Попал на наш новый год, затем на новый год у китайцев, ну а дальше пандемия, в общем горе пополам, все приехало и собрано воедино. А та начинка, что была в системе, вышла из строя, как я понял, материнская палата испортилась, да и 775 сокет уже изжил свое. Короче, вот что я приобрел и начну с процессора. В принципе, из названия понятно, что это E3-1220 V2 от Intel Xeon. Это по сути аналог i5-3570 на Eevee Bridge, техпроцесс у которого 22 нанометра. Поддержка PCI-Express X16 3.0, TDP 69 Вт, против 77 Вт i5. Частота ядра 3.10 ГГц, в бусте 3.50 ГГц, ядер и потоков по 4, кэш третьего уровня 8 МБ и максимально держит температуру в 69,1 градусов. Охлаждать его будет кулер от кулер Master, название его не знаю, но довольно массивный радиатор и вентилятор на 90 мм. Ну а теперь материнская плата и она от фирмы Asus, модель P8-H61MLE, форм-фактор Micro ATX, чипсет Intel H61. Комплектация стандартная для этого форм-фактора, 1 PCI-Express X16 версии 3.0, 2 PCI-Express X1 и 1 PCI-Express. Питание реализовано как 3 плюс 3, 2 слота под оперативную память, 4 SATA портов, кажись все в версии 2.0, в общем-то все. На заднюю панель выходит 6 USB портов, 1 PS2, DVI порт версии D, VGA порт, интернет, аудио, ну в принципе и все. Оперативная память, естественно DDR3 от Corsair, XMS3, 2 планки по 4 ГБ каждая, хотя заказывал цельную планку 8 ГБ от фирмы Виньеда. Но потом подумал и решил пусть будет двухканал и так с трудом были собраны средства на апгрейд, поэтому пусть будет так. В общем они на частоте в 1333 МГц с радиаторами, наверное рассчитаны под разгон, но его тут не будет, разве что может быть просто поднять частоту в 1600 МГц, может быть. Ну а теперь видеокарта до поры до времени была для меня самая любимая, потом этот титул получила GTX 960, ну а это GTX 750 Ti. Исполнена фирмой Gigabyte с двумя вентиляторами, в общем была кажись самая дешевая, на тот момент я уже и не помню. По характеристикам, построена на 28 нм техпроцессе, если это конечно вообще кому-нибудь интересно. Тип памяти GDDR5. Интерфейс PSY EXPRESS X16 версии 3.0 и будет работать в 3.0 из-за процессора, который как уже говорил на EV Bridge. Кстати, кто что скажет по потерям из-за линии PSY EXPRESS между версиями 3.0 и 2.0? Есть они и какие? Пишите в комментариях. Глянем что там дальше. Дальше объем памяти 2048 МБ, то есть 2 ГБ. Частота графического ядра 1033 МГц, частота видеопамяти 5400 МГц. Разрядность шины 128 МБ, а теперь к видеовыходам. Их 4.2 DVI версии D и I и 2 HDMI версии 1.4A. Да, они тоже имеют целую тучу версий. В принципе это все, что было куплено. Заказывался Алиэкспресс, как уже говорил в начале. Ну а теперь вкратце о том, что было в наличии. А в наличии был корпус соответственно, жесткий диск на 500 ГБ, в работоспособности которого ни я, ни хозяин компании были уверены. Блок питания также был на 450 Ватт от фирмы LinkWard. Так что там еще было? Все, больше ничего не было. Точно не было. Предлагаю приступить к тестам. Поначалу тесты в синтетике, затем пару игр, ну и все на этом. Игры будут те, что были в наличии. Много пишут, мол зачем, в этих играх тестировал и так далее. Все просто, друзья. Дело в том, что канал для меня это просто хобби. Мой основной источник дохода это школа, где я работаю методистом по информатизации и вычислительной технике. И мой маленький бизнес, как уже оговаривали тут, типа идите в бизнес, если зарплата маленькая, потому что учитель это призвание. Вот бизнес и связан напрямую с компьютером. Так и у меня мастерская по ремонту и сборке, ну и продажа комплектующих и так далее. Надеюсь этим я закрою тему с тестами. Я бы по хорошему все тесты бы сделал, да и съемку покрасивее. Но к сожалению времени, как всегда, очень мало. Зачастую бывает такое, что приносит компремонт. И его тестирую после того же ремонта. Ну или апгрейда. Ну как-то так все и получается. Ну ладно, давайте уже перейдем к тестам. По традиции первый тест будет в синтетике Farmark в разрешении Full HD. Эту карту я уже много раз тестировал в разных версиях и с разными конфигурациями. И каждый раз новый результат. И на этот раз это 1797 points. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь синтетика процессора в Sinebench R15. Тоже тестировал как-то, но опять-таки каждый раз разница есть. И тут 470 очков. И это довольно неплохой так результат. Командир и мехвод на месте. Игра World of Tanks. Настройки на высоких в разрешении Full HD. В общем вы сами все верите. Субтитры сделал DimaTorzok И решил покатать на елке. И игра реально хорошо оптимизирована со своим движком Core. Минимум 70 с лишним кадров без фрезов и лагов. В основном же 80 с лишним кадров. Ну а теперь игра, которая умеет озадачить видеокарту хоть и 2013 года. Crysis 3. Настройки текстур на высоких. Системы на средних. Разрешение Full HD. Продолжение следует... Видеокарта уперлась в 99%, тогда как процессор в 40-50%. При этом лагов и фрезов нет, а число кадров не ниже 40. Если снизить настройки, число кадров вырастет. Но и так неплохо. Настало время покататься и игра Need for Speed Payback. Настройки графики на средних. Разрешение Full HD. Продолжение следует... Продолжение следует... Не помогло это. Карта загружается на 100%, потом начинает высвобождать память и все это сопровождается фрезами. Оперативки маловато для этих маневров. Теперь та игра, под которую этот комп в принципе и собирался. Warface. Настройки трогать не стал, а не на высоких. В разрешении Full HD. В основном же число кадров не менее 55, может и 80 с лишним быть. В среднем 60-70. Процессор не загружен и до 50%, а вот карта уперлась 99%. При этом фрезов нет вообще. Важная информация. Для тех, кому интересны новости из мира компьютерных технологий на моем телеграм канале, а также и на инстаграм. От канала в телеграм есть и группа, где каждый сможет пообщаться, ну или спросить что-нибудь по сборке или по ремонту. Кстати, то же самое и в группе ВК. В общем источники есть, помощь оказываю по мере своего свободного времени. Всем, кому интересно, подписывайтесь. Ссылки есть в описании. CS GO. И она не записалась на карту захвата почему-то. Скорее всего я сам не углядел, писалось все или нет. И поэтому ее пропустим. А последняя игра будет GTA 5. С настройками на стандартных, что-то было выключено, что-то включено и все это в разрешении Full HD. С настройками на стандартных, что-то было выключено. С настройками на стандартных, что-то было выключено. В общем игра пошла хорошо, без фризов так и с числом кадров не менее 60, а иногда и 100 с лишним. Карта трудилась на 98-99%, а процессор лишь иногда на 70-80%. На мой взгляд комп получился очень даже неплохим за свои относительно небольшие деньги. А ваше мнение жду в комментариях. Если выпуск понравился, есть там кнопка лайк и еще можешь подписаться и нажать на колокольчик. А то развиваю, развиваю канал, а он не развивается. На этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь, но до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok